Пытания. Мы всё же не будем оригинальными, болезнь лучше предупредить, в том числе с помощью спорта. Что такое интервальные тренировки? Кому они показаны? Об этом через несколько минут. Ну, оставайтесь с нами, это что-то новенькое. Субтитры делал DimaTorzok Вернее, приезжая тренироваться на рампе, благо она совсем недалеко от его дома. Посмотрите, он будто приклеенный к этой доске. Как такое может быть? У скейтбордиста есть преданные фанаты, кстати, уже прежде всего это родители, соседи, которые стараются не пропускать ни одного соревнования, где выступает местная знаменитость. Вообще, лишний вес спортсменам не грозит. Конечно. Мы это знаем. Ну, а что делать обычным людям, у которых не так много времени на длительные тренировки? Японские ученые доказали, что короткие интервальные тренировки не менее эффективны. Я хочу, чтобы вы поняли, что срывы бывают у всех. Даже если на какое-то время ты теряешь свою форму, в этом нет ничего страшного. Цви Бихман – профессиональный психолог. Несмотря на то, что в молодости мужчина увлекался плаванием, греблей и велосипедом, сейчас в его плотном графике едва ли отыщется пара часов для похода в тренажерный зал. Благо, что в сезон отпусков большинство пациентов перешли на онлайн-консультации, что позволило мужчине вести прием прямо в парке, используя свободное время для поддержания формы. Если хорошая погода, я выхожу из клиники в этот парк. Я выхожу уже в спортивной одежде, потому что я знаю, что у меня останется 30 минут, и я смогу потренироваться. Казалось бы, за полчаса едва ли возможно провести полноценную тренировку. Одна разминка занимает минут 10. Чтобы получить от освободившегося времени максимум пользы, Цви применяет интервальный метод, предложенный японским физиологом Идзуми Табата. Его суть в том, чтобы чередовать 20-секундное выполнение динамичных упражнений с кратковременным 10-секундным отдыхом. Я сделал один круг 4 минуты, у меня пульс был где-то 145. 145, и вот в этом плюс Табата, на Табата подскакивает пульс высоко. Как правило, 10-секундного отдыха между упражнениями не хватает для полноценного восстановления дыхания. Из-за нехватки кислорода уже через 4 минуты такой тренировки организм вынужден запустить процессы сжигания жира. Если мы говорим о жиросжигании, то аэробная тренировка сжигает жир практически только во время ее выполнения. То есть это бег по дорожке, езда на велосипеде, пульс 120-125 ударов в минуту. Как только мы закончили эту нагрузку, процессы у нас через 10-15 минут в организме практически восстанавливаются, потому что кислородного долга нет. А когда мы занимаемся аэробной тренировкой Табаты, у нас возникает огромный кислородный долг. У нас возникает огромное количество солей, кислот, продуктов распада, которым организму надо вывести, восстановить. И эти процессы происходят аж 36 часов после этой тренировки. И организм ищет ресурсы и находит их в жировой ткани. Таким образом, жир будет сжигаться еще 36 часов после тренировки. Эффект будет выраженнее, если таких 4-минутных серий будет несколько. Конечно, интервальные тренировки на предельном пульсе подойдут не всем. Воздержаться стоит обладателям заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, болезней суставов, гипертонии, ожирения. Если подобных противопоказаний нет, то новичкам можно начать знакомство с интервальными тренировками, используя всего одно упражнение – бег на месте. Такой подход позволяет мягко подготовить сердечно-сосудистую систему к более сложным движениям. Берем самые легкие гантели, в домашних условиях можно взять маленькие бутылочки с водой, сгибаем руки, мы обеспечиваем сразу нагрузку на весь плечевой пояс и начинаем бежать на месте 20 секунд. 20 секунд бежим, 10 секунд отдыхаем. Помимо жиросжигания, интервальные тренировки способны значительно повысить выносливость. Этот эффект сделал табату крайне популярной среди представителей циклических видов спорта, где динамичные игровые отрезки чередуются с кратковременным отдыхом. Например, хоккей, футбол или бокс. У нас примерно уходит 15-20 секунд на то, чтобы нанести серию ударов и после двигаться для восстановления. Тем самым тренировки по системе табатов дают возможность привыкнуть к этому ритму и быстрее восстанавливаться. Для повышения выносливости лучше всего использовать взрывные движения, вовлекающие в работу максимальное количество мышц. В идеале чередовать упражнения, задействующие вверх и низ тела, чтобы избежать перегрузки конкретной мышечной группы. Первое упражнение 20 секунд. Это глубокий выпад с выпрыгиванием. Второе упражнение – это у нас отжимания с рывками. Как ощущения чувствуем, как начинаем разогреваться? Ну, как минимум, дыхание уже точно участилось. Супер. Сейчас пульс еще поднимем больше. Третье упражнение – у нас бег на месте. И четвертое упражнение у нас будет упражнение на скручивание. Задействуем косые мышцы кора. Такой четырехминутный комплекс с лихвой заменит час размеренной езды на велотренажере. Если задача не повышения спортивных результатов, а косметический эффект, именно он чаще всего заботит прекрасный пол, то активные прыжковые движения можно разбавить более спокойными упражнениями на целевые мышцы. Я предлагаю сделать следующий комплекс упражнений, который направлен на мышцы ягодиц, мышцы ног и мышцы пресса. Он подходит больше всего для девушек. Соответственно, мы делаем приседания с отведением бедра, где задействуются у нас мышцы ног, ягодичные мышцы и также включается средняя ягодичная. Дальше мы сделаем джемпинг-джеки, запустим процесс жиросжигания, поднимем наш пульс, включим наш мотор сердца. Следующим упражнением будет наклоны на одной ноге. Мы задействуем мышцы стабилизаторы, а также малую ягодичную, чтобы у нас были округлые ягодицы. И последним упражнением мы сделаем скручивание, где включим в работу наши мышцы живота. Важно помнить, что интервальные тренировки – это разновидность крайне интенсивной работы. Небольшие периоды отдыха приводят к быстрому накоплению продуктов обмена и как результат закислению мышц. Нивелировать этот эффект поможет растяжка в конце занятия. Она позволит избежать боли в мышцах на следующий день и ускорит процесс восстановления.